Всем привет! Меня зовут Паша Карачевский, и это мое очередное видео. Сегодня мы поговорим о бибоп-гаммах. Эти гаммы применяет каждый джазовый музыкант в своей импровизации. Существует две бибоп-гаммы. Первая это бибоп-септ-гамма. Вторая это бибоп-мейдж-гамма. Как вы уже поняли, бибоп-септ-гамма применяется на доминант-септ-аккорд, бибоп-мейдж на мейдж-аккорд. Как они строятся? Любой бибоп-септ играется от пятой ступени в мажорной диатонике. Например, у нас есть до-мажор, пятая ступень будет соль. Гамма получается соль, ля, си, до, ре, ми, фа, фа-диез, соль. Это у нас бибоп-септ. Соль, бибоп-септ. Бибоп-мейдж играется от первой ступени в мажорной диатонике. Ноты будут до, ре, ми, фа, соль, соль-диез, ля, си, до. Тем самым в каждой гамме появляется плюс по одному хроматизму. То есть в каждой гамме уже 8 нот, а не 7. Как и предлагаю мыслить, чтобы запомнить эти хроматизмы. Значит, бибоп-септ у вас появляется хроматизм к той ноте, от которой вы начинаете. В данном случае пятая ступень это соль, хроматизм к ней будет фа-диез. Бибоп-мейдж, хроматизм появляется к шестой ступени в гамме бибоп-мейдж. Шестая ступень у нас это ля в ду-мажоре, хроматизм получается соль-диез. Как нужно учить эти гаммы? В каждой гамме у нас есть аккорд. Например, в бибоп-септ гамме доминантовый аккорд в тонаре си до-мажор это соль-септ. Значит, нам нужно играть от каждой ноты соль-септ аккорда. Играть бибоп-гамму. Также и в бибоп-мейджа есть тонический аккорд. И от каждой ступени тонического аккорда мы играем гамму. Как это звучит? Значит, берем метроном, включаем в удобном небыстром темпе и играем бибоп-септ гамму от каждого аккордового звука. В данном случае мы имеем соль-септ и играем от каждого звука. Значит, от соль, от си, от ре, фа. Играть бибоп-септ гамму от каждого звука. То же самое проделываем с бибоп-мейджом. Аккорд у нас будет до, ми, соль, си. Но играем мы от ноты ля вместо си гамму. Ля также подходит к этому аккорду. КОНЕЦ Эти гаммы вам нужно разобрать во всех тональностях. И в следующем видео я покажу, как их применять на последовательность 2, 5, 1. Ребят, на этом все. Я желаю вам удачи в ваших занятиях. Вы обязательно научитесь круто импровизировать, следуя моим советам. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Будем продолжать заниматься вместе. Пока-пока.